Здравствуйте! Сегодня у нас в студии в программе «Общественное мнение» Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области. И мы будем говорить не только о работе Общественной палаты, к слову сказать, палата работает очень активно, члены все очень профессиональные, и сегодня Общественная палата влияет на общественную экспертную жизнь нашего региона. Сегодня мы как раз будем говорить немного о другом, и к этому будет иметь прямое отношение телерадиокомпания «Губерния». Ну, первое, это нам исполняется в этом году 10 лет, и срок большой, но и не совсем такой уж огромный. Тем не менее, задачи поставлены перед нами очень большие, и делаем мы совсем немало. Вам, конечно, судить, как мы работаем, но тем не менее, вот есть эксперты, которые говорят, и из числа наших зрителей и слушателей, и в том числе те, кто посещают наш сайт, что работаем мы неплохо. Но я о чем? Вот тут вот у нас статуэтка, да, Пал Саныч? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Вот она такая замечательная, эта статуэтка, и она имеет непосредственное отношение к нашему разговору, потому что мы будем говорить о конкурсе «Достояние губерния». Это непростой конкурс, он проходит третий год, и телерадиокомпания «Губерния» инициатором этого конкурса является совместно с Общественной палатой и при поддержке правительства Самарской области. Давайте поговорим, Пал Саныч, более подробно о конкурсе, о том, что уже сейчас более 200 заявок поступило, и с каждым годом этих заявок все больше и больше, и все больше и больше предприятий, учреждений, организаций хотят участвовать в этом конкурсе, потому что это уже становится по-настоящему престижным. — Да, действительно, мне в первую очередь хочется поздравить нашу любимую телерадиокомпанию «Губерния» с приближающимся юбилеем, и хочу напомнить, что в октябре месяце действительно 10 лет назад на нашем горизонте самарском зажглась действительно мощнейшая информационная звезда, которая носит это достойное имя телерадиоканал «Губерния». И не случайно наш конкурс называется «Достояние губернии», потому что это действительно стало такое совместное дитя правительства Самарской области в первую очередь, телерадиокомпании «Губерния» и общественной палаты нашего региона. И в 2019 году мы отмечаем трехлетний юбилей, то есть малыш состоялся, он уже стал достаточно крупным. И конкурс этот, перешагнув трехлетний свой юбилей, он, конечно, действительно уже показывает на примере, что он действительно может шагать по нашей Самарской губернии очень серьезными крупными шагами. И вы правильно отметили, что на сегодняшний день более 200 заявок, то есть это уже даже приближается к 250 на самом деле, заявки закончены приниматься, и мне хочется закрыт прием заявок. И на самом деле, если сравнивать по сравнению с 2017-2018 годами, которые были первые два года работы нашего конкурса «Достояние губернии», мы увидели четкий тренд роста. То есть причем мы по отношению к первому году, во второй год конкурса у нас был прирост в районе 25% по количеству заявок, а сейчас это в районе 30%. То есть люди узнают через посредство информации, которая подается с вашей телерадиокомпанией, и подается, собственно говоря, другим. Ну и из уст в уста. Из уст в уста, и да, и сарафанное радио мы, конечно, не должны исключать. Но самое главное, на мой взгляд, нужно отметить, почему этот конкурс растет, то, что предприятия, предприниматели, прямым текстом говорю, предприниматели, то есть те люди, которые действительно на своей воле, на своей предприимчивости и тянут, собственно говоря, в том числе и бренд региона так называемый, они почувствовали, что от участия в этом конкурсе они получили реальные дивиденды, то есть не те, которые только на словах, но и монетизировали, они стали дороже стоить. Продукция стала продаваться не 100 экземпляров, а тысячи экземпляров. И поэтому сейчас участие более 200-250 практически, это, конечно, показатель того, что конкурс заслужил уважение со стороны предпринимательского сообщества. А я считаю, что уважение и доверие – это самое главное качество народного конкурса, коим достояние губернии является. Вы знаете, вот когда мы начинали этот конкурс, мы, конечно, понимали, что предприимчивость, деловая хватка, производственные результаты – все это работает на развитие региона. Это очень много значит, когда экономически развит регион. И когда есть люди, готовые войти в это русло, войти в эту реку и начинать вертеться, крутиться, их надо поддерживать. По крайней мере, у нас есть такая возможность информационно их поддерживать. И мы решили, что мы этим займемся, и мы этим серьезно занялись. Вот, может быть, это покажется несколько странным и несерьезным, но, тем не менее, наши сотрудники активно включились в эту работу, рассказывали сообществу предпринимательскому о том, что есть такой конкурс. Вот когда все начиналось, это было непросто. Надо было убедить, надо было рассказать, объяснить. И много людей поняли это. А наши сотрудники, они написали гимн конкурсу «Достояние губерний». Замечательный гимн. Написали слова, написали музыку Аллы Аркадьевны Воломкина. Очень известный журналист «Золотое пиро губернии». Вообще, ребята очень серьезно к этому относятся. Мы делаем ролики, мы ездим, снимаем, мы на радио об этом много говорим, на радио губернии. И это приносит свои плоды. Вот экономика, предпринимательство – это все, конечно, то, на чем зиждется наша жизнь. Чем больше активности, тем лучше живем. И о нас должны знать как можно шире и больше. И об этих людях должны знать как можно шире и больше. Вот «Достояние губернии» – они получили эту статуэтку. Они имеют право, став победителями в номинации, потом на своей продукции разместить этот знак. Так, у нас есть знак особый – «Достояние губернии». Раньше был знак качества, помните? Ну, он и теперь там кое-где присутствует. Но это – вот наш региональный бренд «Достояние губернии». Вот эта компания, она стала «Достоянием губернии», она стала лучшей. И я думаю, что чем больше у нас будет таких компаний, тем лучше мы будем жить. Как бы там ни было, но это все связанные между собой вещи. И вот я хочу сказать, что очень важно, кто судит. А судьи кто? Давайте рассказывайте. Ну, у нас судейство составлено таким образом, чтобы были представлены профильные министерства. У школы мы говорим о номинациях и о критериях оценки. Мы говорим о том, что у нас в состав конкурсного жюри входят представители торгово-промышленной палаты, в частности, ее президент – это Фомичев Валерий Петрович. И входят члены общественной палаты Самарской области. У нас 10 комиссий профильных, соответственно, 10 представителей общественной палаты. И я хочу напомнить, что у нас общественная палата – ключевое слово «общественное». Это люди, которые работают, собственно говоря, безвозмездно, бескорыстно. Это люди, которые являются лидерами общественного мнения. И их авторитет, и их слово, оно, в принципе, обладает самым главным качеством и критерием, который подходит именно члену жюри или человеку, который оценивает те или иные процессы, в нашем случае оценить предприятие. Это непредвзятость. То есть, это человек, который судит наши предприятия, наши заявки, судя, исходя из тех данных, которые они получили. Мы осознанно пошли на то, чтобы было большое количество членов экспертного совета, чтобы было как можно больше, ну, посмотреть, какое как можно большее количество мнений. Причем, так как я руковожу в общественной палате организацией этого процесса, то есть, являюсь зампредседателем нашего экспертного совета, как зампредседателя общественной палаты, да, 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 так положено. Да. А мы еще постарались формулировать и сам факт проведения конкурсных процедур таким образом, что сначала мы рассматриваем, у нас идут как бы очные своего рода формы, то есть, мы рассматриваем и обсуждаем, и выявляем какие-то среди заявок, какие там не добрали, добрали, кто-то, может быть, какое-то недоверие по тому или иному вопросу. Мы, в случае чего, приглашаем представителей этой компании для того, чтобы составить полное мнение. После этого мы берем пять дней для того, чтобы каждый из членов экспертного совета подумал. После, в открытой тоже форме, мы в каждой категории, а у нас в этом году семь номинаций, мы выбираем по три претендента на финал, на победитель и выход в финал. И, соответственно, после этого тайным голосованием, причем это из трех... Вот я хочу отметить, тайным голосованием, это очень важно. Причем я вот хочу отметить еще такую категорию, это, кстати, показатель очень зрелых конкурсных процедур. Нету такого, что, ну, скажем там, А, Б и В, ну, три предприятия, что я беру и один шарик вкладываю, вот А положил или Б положил, а две других, как бы, структуры остались без моего голоса. Такого мы не сделали. Мы каждому из членов экспертного совета дали по 10 баллов в каждой номинации. И поэтому он среди трех претендентов, он каждому кладет свою цифру. Нельзя положить ноль. То есть мы понимаем, что все, кто попали в финал, все, кто пришли к нам на конкурс, уже прошли сито. Это те люди, которые по пятибальной шкале занимают пятое, высшее место. Это наши отличники. Нам сложно, но мы должны положить свой балл. И поэтому каждый из членов экспертного совета кладет той или иной компании свои баллы, ну, соответственно, в десятибальной шкале. И после этого мы собираем по всем членам экспертного совета, анализируем уже. Это математика, это уже, собственно, нам компьютер здесь помогает. Огромное спасибо вашим представителям телерадиокомпании «Губерния», которые нам помогают. Они действительно очень серьезно помогают в этом процессе. Организационный процесс сложный. Если мы говорим, что у нас 250 представителей, можно себе представить, какое количество у нас информации проходит, и вы нам в этом действительно очень помогаете. Это так. И после этого обрабатываются данные, у нас появляются финалисты. По финалистам никаких споров у нас на протяжении последних двух проведенных конкурсов не было. Я думаю, что и сейчас этого не будет. Но хочу отметить, что по итогам 2017-2018 годов, конечно, в финал вышли конкурсы, а потом на великолепную сцену нашего любимого театра оперы и балета взошли те люди, которых действительно знает каждый человек. Не только в Самарской губернии, но и далеко за ее пределами. Ну, вот, в общем-то, наше время истекло. Мы проговорили с вами, рассказали про конкурс. Мы рассказали про достояние губернии и о том, как работаем мы на этом конкурсе. Телерадиокомпания «Губерния» и Общественная палата Самарской области. Большое спасибо, что вы пришли на этот наш эфир. Я думаю, мы с вами еще много будем говорить о работе Общественной палаты, потому что Общественная палата сегодня играет очень большую роль в общественной жизни Самарской губернии. Это действительно так. Много мероприятий, причем серьезных мероприятий, совместных проектов и с Народным фронтом, и с администрациями, и просто инициатива исключительно Общественной палаты. И я как член Общественной палаты могу это подтвердить, что это действительно так. Смотрите нас. Большое спасибо. А конкурс «Достояние губернии» в начале октября непременно вас ждет. Спасибо всем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok